Мэр Красноярска, скорее всего, будет получать больше. Это не его идея. Инициативу поднять зарплату Сергею Еремину выдвинуло краевое правительство. Теперь дело за депутатами городского совета. Они должны ее одобрить или отклонить. Сегодня вопрос обсуждали на одной из комиссий. Моя коллега Светлана Овсянникова была там, она сейчас в студии. Света, добрый вечер. Что все-таки будет с зарплатой мэра? Юля, добрый вечер. Дело в том, что зарплата главы города, то есть Сергея Еремина, или, например, его предшественника Эдхама Акбулатова, не повышалась, в принципе, с 2006 года. И вот правительство региона решило ее поднять с помощью краевой субсидии. Хочу обратить внимание сразу, что никаких денег из городского бюджета тратить на это не планировали, только краевые деньги. Так вот, поднять зарплату мэру хотят примерно на 30 тысяч, по нашим подсчетам. Легко посчитать. Вот летом, встречаясь с блогером Варламовым, Сергей Еремин рассказал, что получает 150 тысяч рублей, соответственно, 150 плюс 30 выходит получать с повышения, мэр будет 180 тысяч рублей. Предлагаю послушать отрывок из беседы. Какая у вас зарплата? 150 тысяч. Какие-то льготы, бонусы, санаторий? Положен вам? Я пока ничего не знаю. Я за льготу воспринимаю, если можно в сутки спать 5 часов. В краевом правительстве необходимость поднять зарплату мэру объясняют тем, что вообще-то с 2006 года город наш стал миллионником, жителей стало больше, и, соответственно, больше стало и нагрузки. Сегодня в городском совете с этим, кстати, полностью согласились все депутаты, абсолютно. Единственное, некоторые из них предложили провести еще и народное голосование на сайте администрации. И вот эту такую, может быть, немножко фантастическую идею народные избранники не поддержали. Но предлагаю все-таки послушать, как это было. Мы знаем, как успешно проводятся обсуждения на сайте администрации города. Там онлайн-опросы регулярно проходят с обсуждением проектов скверов, проектов различных мероприятий, праздников и так далее. Я думаю, нет ничего страшного, не будет ничего, если мы как бы публично у красноярцев спросим, и они своим голосом, в общем, наше голосование еще и подтвердят потом. Добавлю, сегодня вот на этой сессии городского совета выяснилось, что, кстати, мэр Красноярска Сергей Еремин далеко не такой уж и богатый человек, куда богаче, например, его коллеги из Новосибирска или Екатеринбурга. Они получают зарплату где-то в 350-400 тысяч рублей. И вот народные избранники также отмечают наши городские, что вообще-то Сергей Еремин не сам предложил себе поднять зарплату, как это было с депутатами ЗАГСа Брания, это вот имеется в виду история прошлого года, такая достаточно скандальная, известная. С Сергеем Еремином инициатива здесь от краевой власти, опять же, повторюсь, идет. И поэтому наши депутаты городские уверены, что с его нагрузкой он, в принципе, может вообще-то получать даже больше 180 тысяч. Давайте послушаем. Вот вопрос, конечно, очень такой щекотливый, но ответ он на поверхности. Вы точно знаете, какой будет ответ. И я знаю, и все знают. Если мы не платим достойно тем людям, которые несут такую нагрузку и ответственность. Поэтому я знаю, что Сергей Васильевич, он все время на государственной службе, он не занимался, так сказать, коммерческой деятельностью, у него нет каких-то там накоплений. И поэтому я считаю, что это совершенно обоснованно. Света, вот интересно, зарплату только мэру решили повысить или еще каким-то другим чиновникам? Да, Юля, вопрос очень хороший и важный. Краевые власти вообще-то не только нашему мэру решили повысить зарплату, а это решение касается вообще-то всех глав городов края и также районов наших. И вот хоть сегодня депутаты нашего городского совета и выступают за, но тем не менее моментально все-таки зарплата не вырастет ни у Еремина, ни у других его коллег, потому как этот вопрос нужно еще депутатам горсовета обсудить на следующей сессии. На этом все. У меня Юля. Света, спасибо. Будем ждать еще и другой информации. Это была Светлана Овсянникова об инициативе краевого правительства повысить мэру нашему зарплату.